Всем доброго времени суток, дорогие друзья и товарищи. С вами Рим, и мы продолжаем играть в RPG Horror, автобусная остановка Амаляда. Может быть, играть в эту игру, будучи простуженной и самая хорошая идея, но еще раз повторюсь, как я уже говорила в первых сериях, что мне сейчас просто очень хочется сбежать куда-нибудь подальше от реальности, в которой все не очень радужно. Наша подруга, точнее, та странная девочка, которую мы встретили на остановке, Кубату, куда-то делась после инцидента со скелетом. Теперь мы не можем ее найти, но из школы нас не выпускают. Похоже, застряли мы тут с вами, ребята, долго. Придется нам искать какой-то ключ, наверное. Я не знаю, имеет ли смысл, например, по новой осматривать все вот эти вот клозеты или нет никакого в этом смысла. Но парочка японских загадок уже успела поставить меня в тупик здесь. А, кстати говоря, мы ведь последний раз были в библиотеке, и именно здесь должна лежать, не знаю, как ее зовут, эту девушку, но, в общем, она тут так и лежит, и ожидается нашей помощи. Сначала нужно обработать рану. Да, а мы тут разгуливаем, разговариваем и даже не думаем о том, что нам вообще-то нужно спешить на помощь. Я думала, что медпункт находится на третьем этаже, скорее всего. Очень возможно, что нам сейчас туда и надо, но там были куклы. И мне интересно, пропустят ли они меня или же нет. Очень может быть, что на них надо как-то посмотреть в правильном порядке. Может быть, тут цветовая комбинация играет роль. А сколько их вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кукол. И одна восьмая еще внизу сидит. Но туда меня не пускают. Боже мой, что это? Это, 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 это бак или что? Или это так должно быть? Или как? А что происходит? Почему? А если я спрячусь, скажем, и выйду? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, подожди, а куда нам возвращаться на первый этаж? И что, я теперь все время буду вот так вот ходить? А, а вот тут оно пропало. Значит, скорее всего, туда в лабораторию мне соваться больше нельзя. Ну, ок, примем к сведению. Только вот что это было сейчас, я до сих пор понять не могу. Мужской туалет, да знаю я. Здесь по-прежнему этот призрак стоит. А что вы там делаете? Ладно, не будем мешать. А куда нам еще-то идти? Вот здесь был класс 1.1. Где стояло, ну, точнее, где был симпатичный черный кот. И по сути, здесь мы больше ничего сделать не можем. Так, может быть, мне все-таки стоило дойти до дверей лаборатории и более внимательно там пошариться. Потому что, господи, ну куда ж тут еще идти-то? А, хотя, погоди, если я пойду налево, как раз туда, где сидит кукла, возможно, там откроется какая-нибудь дверь. Может, там и есть медпункт. Вот у нас, например, в школе, в начальной, он на первом этаже был. Хотя, на самом деле, я не думаю, что это так уж зависит от этажа. Вот PC, это не означает, что это класс информатики или кабинет с админа, или что-то в таком духе. И он закрыт. И я ничего сделать не могу. А чем же ты тогда собралась рану обрабатывать? Ну, записка эта та же самая, мы ее прочитали, и я так и не пойму, как из 6891 получилось 1689. А вот это вот что, слушай, какие-то странные белые ш... А, это же эти умывальники, да, наверное, из которых... Ну, типа фонтанчиков, из которых можно питьевую воду брать. Не все школы оснащены вообще-то подобным оборудованием. Дверь не открывается. Вот это вот что, ты можешь... Нет, ты не можешь. Ребят, с самого начала серии я уже в тупике, получается. Я не знаю, что мне делать. Мне, кроме как в ту самую страшную комнату, лабораторию, мне некуда идти. И как только я прихожу сюда, меня как бы окутывает вот эта вот черная метка. Хорошо, давай мы все-таки попробуем сейчас. Итак, несмотря на вот эту вот дурацкую черную метку, оказалось, что все-таки передвигаться по школе можно. И более того, я решила еще раз внимательно исследовать лабораторию. И, по-моему, вот здесь в раковине должен быть где-то кусочек разбитого сердца. Да. Мы его забираем. И здесь есть бинты. Где-то... Где-то вот в этих шкафчиках. Взять бинты, ничего не трогать. Берем. Пожалуй, позаимствую это. Хорошо. Бинты у нас есть. Осталось только найти антисептик. Может быть, он тут тоже есть? Вроде бы нет. Господи, из-за этой метки игра еще тормозить начинает. Антисептик. Так, наверное, сюда надо заглянуть. Обратно в комнату со скелетом, которого нет. Вот. Взять обезболивающее. Господи, это проблемы перевода такие получаются, что сначала нам говорят, что нужен антисептик, потом оказывается, что мы ищем обезболивающее. Вот. Потому что антисептик, это ведь такая штука, которой обрабатывают рану для того, чтобы в нее какая-нибудь фигня не попала, какие-нибудь вирусы, не вирусы, в общем, как это правильно назвать. Ну, а обезболивающее, это, естественно, для того, чтобы боль ушла. Мне кажется, антисептик и обезболивающие вещи немного разные. Так. Различные предметы для экспериментов. Тут по-прежнему написано продолжать и бежать вперед. Интересно. А, нет. Сейчас уже ничего такого не происходит. Но что случилось со скелетом? Он рассыпался... Анатомическая модель человека. Мне очень-то хорошо смотреть такое на ночь. Тут, знаешь ли, вообще мало хорошего в этой игре. Главное, чтобы сейчас тебя кто-нибудь не сожрал, потому что меня, ну, очень беспокоит вот этот вот череп. Почему он над ней появляется как проклятие? Так. И нам ведь, получается, нужно в библиотеку. Интересно. Мы сюда зайдем и череп останется? Нет. Череп пропал. Ну и все. Тогда бежим выручать девушку. Сначала нужно обработать рану. Антисептиком, естественно. Господи, ну и звук! Как будто дрель включилась или бармашина какая-нибудь. Я обработала рану антисептиком. Ты все же пришла. Ну а что, мне надо было тебя оставить валяться, что ли? Теперь нужно перебинтовать рану. Вот так. Я перевязала кровоточащую рану. На первое время сойдет. На первое время. Пожалуйста, не шевелитесь пока. Отдохните некоторое время. Ну, мне не нужен отдых. Ненавижу таких легкомысленных, хорошеньких людей, как ты. Но я смотрю, ты сильно от своей сестры не отличаешься. Несмотря на такие слова, я не могу просто так оставить вас в беде. И все же, кто мог так ранить вас? Да вот это же вот бумажная хрень, которую мы до этого видели. Понятия не имею. Никогда раньше не встречала этого монстра. Монстр? Так и знала, что в этой школе кто-то есть. Теперь-то ты довольна? Тогда быстро уйди отсюда куда-нибудь. Ну, вдруг на вас снова нападут, когда я оставлю вас? Уходи. Сколько еще мне нужно повторять? Ладно. Если вы так хотите, я уйду. Я вот не хочу уходить, потому что эта девица явно что-то знает о школьных местных легендах. Коих тут явно слишком много. И не похоже, что они просто легенды. И мне бы хотелось ее расспросить вообще-то. Хоть что-то понять, что здесь творится. Это даже не Корпус Пати напоминает, а Зе Кома Катин Класс. Господи. Вспоминала я ее недавно. К сожалению, Джо так и не допрошел ее. Так, то есть она нас просто прогоняет, да? И больше ничего нам говорить не собирается. Ты все еще здесь? Я же говорю тебе, скорее уходи отсюда. Ну, вообще-то мне надо отыскать Кабата. Я переживаю за эту девушку. Но она хочет, чтобы я ушла. Ну, значит, пойдем. Сюда мы с тобой так и не сможем проникнуть. Дверь заперта. Ну, и ладно. Раз она так хочет. Привет, киса. О, опять тот кот, которого мы встречали раньше. У тебя, кажется, чистое сердце. Несмотря на такую реакцию, ты все же помогла. Не могу же я просто так бросить ее с такой раны. Я заметила искорку благодарности на ее лице, не думая, что она плохой человек. Твое мировоззрение отличается от большинства людей. Ты теперь одна? От той, что раньше была с тобой, я почувствовал удивительную силу. Удивительную силу? Тебе ведь нужно выбраться отсюда. Попробуй еще раз исследовать пространство. Спасибо, Кэп. А то я не знала, что мне надо делать. Что-то могло измениться со времени, когда ты зашла сюда. Возможно, ты найдешь, что ищешь. Может, это намек, что мне теперь можно на третий этаж заглянуть, и куклы там больше не будут мне преграждать. Какой странный говорящий код. Еще бы. Слушай, а это не значит, что нам могли открыться еще какие-то помещения в этой школе? Может, например... Нет, сюда мы все равно пройти не можем. Что это? Подпечатки человеческих ладоней? Кхм-кхм. Поближе взглянуть? Ну как. О, господи. Я не знаю, что мне теперь делать. Снова осматривать все помещения, в том числе и туалеты. Мне не нравится, что игра начала очень сильно тормозить. По-моему, до этого не было такого. Можно, кстати, сохраниться. Ну, давай вот сюда. В мужской она по-прежнему не пойдет. А сюда стоит ли заходить? Или тут опять? Опять черная метка будет. Да вроде бы нет, кстати. Ну, давай попробуем зайти в лабораторию. Может, что-то новое увидим. Ну, весы для экспериментов по-прежнему остались. Шкафчики... Тут ничего. А здесь... Скелета по-прежнему нет. Ну и ладно. Тогда давайте отсюда будем выбираться и пойдем исследовать другие помещения. Вот на третий этаж сходим. Как ей тут еще не страшно одной по школе бродить. А, нет, здесь все по-прежнему. Значит, надо вниз спуститься. Может, там просто открылась эта парадная дверь. И мы теперь просто сможем отсюда уйти. Не хотелось бы тут застрять на... всю игру. На окончание всей игры. Кстати говоря... Ты все еще здесь? Он все еще здесь. Он все еще здесь и тут все еще заперто. Так и непонятно, что с ним делать. Может, в этом классе что-то новое появилось, а? А стулья... А стулья по-прежнему стоят. Господи, такая тишина, когда в это помещение захожу. Аж не по себе становится. Внутри больше ничего нет. Но здесь ничего не изменилось. Может, я зря хожу по всей школе. Хотя кот ведь сказал, ходи и исследуй. Значит, мне надо действительно ходить и смотреть. Причем внимательно. Чтобы, не дай бог, ничего не пропустить. А может, он обманул меня? Потому что, ну все, как было, так и осталось. И здесь, наверное, то же самое. 6, 8, 9, 1. Слух. Тракту, густную остановку. Детство. Детство. Тут ничего нового. Не появилось. Я тогда, правда, не понимаю, что мы ходим по этим всем кабинетам. Наверное, надо было просто сразу валить из школы. Нет, серьезно, дверь закрыта. Куда мне пойти? Может, мне надо обратно в библиотеку вернуться? Ну, не знаю даже, что и думать. Господи, библиотека-то не здесь. Она с другой стороны находится. Все, я вот, я сейчас заблужусь в этой дурацкой школе. Кстати говоря, пока я тут бегала, выяснила, что можно вот так вот на диванчике заходить. Считать это багом или не считать? Ну, я ведь отсюда вышла только что. Какой мне смысл возвращаться обратно? Тем более, после оставления вот этих вот отпечатков все. Это тут раньше все было? Было. Она по-прежнему тут валяется, главное. Скорее уходить. Куда уходить? Я не могу никуда уйти, в том-то и дело. Неужели опять в лабораторию надо? Да вы издеваетесь. Есть ли какой-то смысл в том, чтобы, например, посчитать вот эти вот отпечатки пальцев, хотела сказать? Ну, ладони. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять. Вроде девять. И что? И к чему это? А ну-ка. Это, знаете, такой способ просто закрыться в шкафу и на некоторое время отдохнуть от этой флейты дурацкой. Которая мне уже успела порядком надоесть. Но мне некуда идти, слушайте. Вот серьезно, я же здесь уже была. О, слушайте, а этот медведь тут раньше был? А то я... Я не знаю, я уже все просто оббегала. Ха. Я, честно говоря, не помню, был он тут раньше или не был. Может, мы на него просто забыли посмотреть? Милашка. Ну, почему плюшевый медвежонок здесь лежит? Ой. Кровь? У плюшевого медвежонка? Ой, мама. А... Я не успела разглядеть, но судя по тени, надо мной как будто что-то пролетело. Да мне кажется, она летела довольно медленно. С учетом того, что у меня комп тормозит. Блин. Откуда здесь кровь? Если бы я знала. Господи, игра так тупит. Не тормози, пожалуйста. Ужас просто какой-то. Так важнее было раньше. Просто жуть. Вообще тормозня пошла. Раньше в этом классе такого не было. Точно. Короче, она улетела куда-то... Куда-то туда. И это значит, что из школы я пока все равно выбраться не могу. Ну, конечно. Закрытая школа просто какая-то. Ну, здесь закрытая дверь и кабинет, который мы уже сто-пятьсот раз осматривали. Тут, мне кажется, ничего не поменялось так уж сильно. Не, ну в библиотеку мне нельзя. Мне сказали, откуда уходить. Давай сохранимся. Следы? То есть это намек, что мне... Что-то мне еще... Господи боже! Ах, твою девизию. Спасите! Спасите меня! Че? Чтоб стало как вкопанное. Скорее убегай. Ладно. А почему ты меня спасла действительно? Вот у меня тот же вопрос. Почему вы спасли меня? Почему? Спрашиваешь. Тем более, что я оказалась как бы косвенно виновата в смерти твоей сестры. Не хотелось, но не могла же я все так оставить. И это не то привидение, которое напало на меня. Это совсем другой монстр. Господи, школа прямо-таки кишит этими монстрами. Скажите, я ищу свою подругу. Может, мы будем держаться вместе? И дверь от главного входа не открывается. Кажется, эта девочка что-то знает об этом. Ничего не поделаешь. Я сама не знаю, как выбраться отсюда. И я тоже кое-кого ищу. Моя младшая сестра все еще не пришла домой. Вы согласны? Ура! Но ее младшая сестра уже и не вернется. Ну, в чем дело. Идем на поиски моей подруги и вашей младшей сестры. Ой. Акане. Тачибана Акане. Тачибана. Это фамилия одной из главных героинь ангельских ритмов. Приятно познакомиться, Акане-сан. А Акане, по-моему, так звали девушку из психопаспорта. Главную героиню. Классное аниме. По-моему, даже вторая часть есть. Но я так и пока не посмотрела. Ну, ладно. Это уже кое-что. То есть по сюжету мы все-таки можем немножечко продвинуться. Ой, блин. Это простуда меня когда-нибудь доконает. Еще приходится прерываться, чтобы высморкаться хотя бы. Так. Что же нам делать теперь? Ну, здесь мы с тобой точно ничего сделать не сможем. Возвращаться в класс я не хочу. В мужской туалет мы не пойдем. Акане это даже никак не прокомментирует. А куда же нам с тобой пойти? Может, ты знаешь, как этот кабинет открыть? Может, надо на третий этаж сходить? Господи. Я вот еще говорила в начале. Ой, что-то игра простая. Что-то все понятно. Ага. Как же я ошибалась. Начинаются моменты, когда тупишь просто на каждом шагу. О, а это что-то новенькое. Такого не было раньше. Открыто, закрыто, закрыто, открыто. Это подсказка к чему-то? Открыто, закрыто. Закрыто, открыто. Опять идти в лабораторию? Не хочу. Открыто, закрыто. Может, можно как-то этих кукол сдвинуть уже, блин, и на третий этаж попасть, а? Открыто, закрыто. К чему вот это вообще? Господи. А я думала, не стоит в туалет заходить. Здесь кто-то есть? А здесь это где? В какой из кабинок? Может, это был просто скример, ни на что не влияющий. Ну, в общем, помимо всего прочего, нам еще надо кусочки разбитого сердца искать. Как мне кажется, подобные штуки могут повлиять на концовку. То есть, это что-то вроде драгоценных камушков, которые мы в безумном отце подбирали. По-моему, без них истинная концовка у нас бы не открылась. Может быть, и здесь точно так же. Но если здесь есть истинная концовка, это значит, что в принципе концовок может быть очень много. Слушай, мне почему-то кажется, что нам надо вернуться в библиотеку. Я не знаю, правда, почему. Потому что ничего нового тут, наверное, не появилось. А, подожди. Полночь на крышу на плитку в форме цветка. Вот это нам, скорее всего, на третий этаж и надо будет, чтобы на крышу пробраться оттуда. Дверь заперта. Соблюдайте тишину в библиотеке. Почему тишину выделено? Тишина это еще и фамилия. В общем, о магии тишины. Может, это слово как-то на что-то должно влиять? Но неужели здесь делать нечего? Может, тут есть какой-нибудь тайный проход? Между стеллажами. Нет, ничего нет. Господи, это ж в таком случае насколько надо быть внимательным, чтобы исследовать каждую мелочь и каждый уголок. Хоть поговорить бы побольше с этой Аканой, разузнать у нее что-то. Открыто-закрыто, закрыто-открыто. На что это может намекать? Открыто-закрыто. Да, пожалуй, что можно сохраниться. Слушайте, ну а на что может намекать вот эта вот записка? Открыто-закрыто. Может быть, должно быть четыре каких-то предмета. Один, два открытые, два других закрытые. Может, еще раз надо в этот класс сгонять. Ой, господи, вообще что-то не думается. Что-то не думается совсем. Хрен его знает. Вот просто. Наверняка ведь это на самом деле не сложная загадка. Просто я пиклю. А-а-а, бесполезно, дверь не открывается. Ну, тогда... Тогда действительно, зачем ее дергать? Я не знаю, ребят, я не знаю, что делать. Вообще понятия не имею, куда мне дальше идти. Вроде не так много помещений-то нам дается осматривать, но... Потом оказывается, что я просто на какие-то мелкие детали не обращаю внимания. И из-за этого попадаю в тупик. Но я правда ничего не пойму. Открыто-закрыто. Для того, чтобы что-то открыть, нужно открыть. А где его взять? Нигде ничего не подсвечивается. Господи, ну в лаборатории ничего нет. Мы же это где-то посмотрели. На третий этаж топать. Тут куклы сплошняком. Короче, не знаю. Опять что ли я останавливать записи, думать самой? Я не хочу лезть в прохождение, и я очень постараюсь этого не делать. Давайте попробую минут 10 еще самостоятельно побегать. Если что-то новое отыщу, то сообщу, как говорится. Слушайте, знаете, какая догадка меня сейчас посетила? Вот не зря ведь написано в женском роде. Открыто-закрыто. Я сначала думала, может это про двери речь. Но может ли быть такое, что это про крышки от унитаза? Может действительно? Ведь мы можем заходить в кабинки и открывать эти крышки. А потом выходить и оставлять их открытыми. То есть я так уже пробовала делать. Может правда сработает? Вот смотрите, эту мы открыли, эту закрыли, эту закрыли, и эту мы откроем. Да! Прикиньте! Что-то случилось. Кирка упала. Вау! У нас теперь есть оружие! Я... А, это ледокол даже. Пардон. Я взяла ледокол. Назовем его... Я сейчас вспоминаю «Ходячие мертвецы» вот первый сезон. Но там правда ледоруб был у девушки, у Молли. А не ледокол. Но может быть это даже одно и то же. Не знаю. Короче, она называла его Хильдой. Будет у нас своя собственная Хильда. Короче, прикиньте, да? В этой игре для того, чтобы получить в своем пользовании ледокол, нужно было открыть пару крышек унитаза. Обалдеть! Я действительно хожу, хожу и думаю, и думаю, а что, куда пойти? Что открыть? Оно оказывается вот так вот все. Теперь давайте... Хотела сказать смотреть. Теперь давайте думать. Для чего нам может пригодиться ледокол? У нас, кстати, нет описания предмета. У меня Escape опять не жмется. Значит, или какой-то скример опять мы должны словить. Или что-то еще. А если мы вернемся в библиотеку? И попытаемся, например, закрытую дверь... Открыть с помощью ледокола. Хотя, почему-то мне кажется, что нам надо на первый этаж и попробовать главную дверь с ее помощью открыть. Доверь заперта. И нам даже не предлагают... Наш инвентарь... На выбор. Чтобы что-то открыть. Я вот вам клянусь, я не лазила в прохождение, и я сама додумалась про эти крышки. Прям даже, не знаю... Какую-то гордость чувствую, что, блин, додумалась. А если зайти вот сюда теперь? И попробовать вот эту дверь выломать? Нет? Не получится? Ледокол. Ёлки-палки! Дверь сломана. И... Эй, что ты здесь делаешь? Хулиганка А? Так вот это кто? А, подожди, так это не ее сестру убили. Я думала, ну, хулиганка С, получается, которая была отмечена, это ее сестра. А на самом деле ее сестра хулиганка А. Вот это ж надо, а. Сестренка и Фурусата-сан? Хм, вы знакомы? А, да, мы одноклассники, одноклассницы, точнее. Интересно, как ты сейчас будешь оправдываться? Ты же не скажешь своей сестре, что, а, вот я эту девочку обижаю систематически уже, там, несколько месяцев. Не знаю, сколько это происходит. Травля. Тогда можешь поблагодарить ее. Благодаря ей мы смогли отыскать тебя. Спасибо, Фурусата-сан. Прости, что постоянно издевалась над тобой. Не переживай за это. Это, видимо, не шепотом, да, разговаривает, чтобы она к Анне не услышала. Мне кажется, она бы узнала, она бы таких люлей вломила своей сестре, чтобы она бы забыла, как сидеть. И все-таки, что ты делаешь здесь в такое время? Мы вместе с подружками отправились сюда на испытание храбрости. Вот такие придурковатые дети. Ну, перепугавшись, они убежали оставить меня здесь. Вот такие вот настоящие у тебя друзья. И когда я тоже собралась домой, то встретила какое-то странное существо, поэтому спряталась здесь. Господи, знаешь, как мама переживала за тебя. Так или иначе, оставайся пока здесь. Мы по-прежнему не знаем, как выйти из школы. Итак, идем, Читосы. Да. А ты-то с нами пойдешь, нет? Будь осторожна, Фурусата-сан. А, вот теперь ты как заговорила, да? Ну, хорошо. Ну и отлично. Допустим, тебя мы спасли. Тут кто-то есть? Этот голос я слышала вечером в парке. Матерь! Божья! Господи! Господи, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Понятно, понятно, понятно. Это в какой-то игре было. Это было в игре Досхаи. Я сейчас вспомнила. Мне надо было просто выжить за это время. Мать! Черт возьми! Нам еще будут подробно показывать сцену убийства. Господи, это действительно жестокая японская игра. Ёлки-палки, да, в Дасхайму, в приюте, под конец, была похожая сцена, где... Ну, там, по-моему, меньше надо было продержаться, а может и больше, может секунд 40 даже. Надо было просто бегать по комнате и просто стараться выживать. А, ну тут хотя бы нет той страшной музыки. То есть нас как бы просто расплющило и все. Мне кажется, в данной концовке ее тело вряд ли бы обнаружили, потому что сколько сильно ее расплющило. Так, а стоп. Это мы... Это мы где сохранились-то вообще? Я... Ой, я, честно говоря, запуталась. Я даже не могу зайти в этот... В Escape. Чтобы посмотреть. А, погоди. Нам сейчас, наверное, опять нужно просто ледокол подобрать. Мне кажется, его у нас еще нет. Ну, кстати, и записки-то лежат напротив этого женского туалета. Так что с крышками все логично. Можно было и догадаться, правда. То есть это не сложно. Ну все, значит, подбираем ледокол, идем спасать хулиганку. Идем сейчас спасем хулиганку, а потом я включусь... На моменте, когда нам надо будет выживать. А смех? Я сейчас тут, кстати, вслушалась. Смеялась кабата? Вечером в парке я слышала этот голос. Мне кажется, это кабата. Вряд ли у нее хорошее намерение. Буду просто по кругу бегать по кругу по кругу сказала 19 вот чёрт побери а и сейчас опять придется заново надо было сохраниться господи так неохота заново начинать господи блин я кажется поняла как надо действовать и как нужно именно от этого существа убегать но все таки буквально на последних десяти секундах схватила самое дурацкое что я не могу сохраниться даже с помощью бутылочки с водой постоянно приходится сначала идти и разбивать дверь ледоколом потом долго разговаривать с этой хулиганкой а потом уже выходить сюда и убегать так адское существо надо просто немножечко ждать когда но чтобы оно шло четко за мной четко по кругу так как того мне надо блин зараза а ну так близко чтобы она не по этим шкафчиком не выпрыгивала какого черта ты вообще пошла к этому торговому автомату а вот такие моменты в играх очень бесят прям выводят попытка не пытка пробуем дальше господи что же это за фиговина то такая какой-то гигантский тварь все она телепортировалась и ушло наконец-то прошла и выводящий момент этот огромный монстр исчез именно он напал на меня ранее опять этот монстр все ли в порядке с кабата чан мне кажется нет или хотя может быть с ней то как раз все в порядке это вот мы тут можем умом тронуться если будем продолжать дальше натыкаться на этого на эту непонятную мумию судя по твоей реакции вы с ней давно знакомы конечно часа два максимум прошло наверное нет мы познакомились только сегодня ты ведь сейчас не пошутила а несмотря на непродолжительные отношения я очень дорожу дружбой кабата чан рука лицо как можно было сделать из этой девочки настолько альтруистку и я не знаю она не столько на альтруистку похоже сколько на дурочку такие вот моменты потому что как можно быть уверенным человеку которого ты знаешь буквально пять минут да нельзя быть уверенным даже в человеке которого знаешь несколько лет на самом-то деле какая дружба вот как тогда давай быстрее отыщем ли да вы команда мы все сможем ну ребят я сохраняюсь на этом трогательном моменте про дружбу и про всякие такие и заканчиваю на этом серию вот искать кабата будем уже следующий ну что вам сказать мне приятно что я самостоятельно решаю кое-какие загадки но также не приятно что многие из этих загадок заставляют меня долго купить однако это японские рпг хорроры это вполне в их стиле в их жанре поэтому грех жаловаться мне на самом деле просто нравится играть такие игры ничего плохого я про них не хочу сказать ничего против них не имею на самом деле действительно нравится поэтому жду вас всех следующей серии пишите свои комментарии не забывайте смотреть и другие летсплеи на нашем канале потому что мы все очень-очень для вас всех стараемся всем всего доброго и до скорых встреч